Вячеслав, расскажите свои впечатления о конференции. Я считаю, что конференция замечательная. Очень приятно видеть такое количество людей, которые заинтересованы в системном мышлении. Еще, может быть, лет пять назад это было бы чудом, а сегодня это реальность. Это очень хорошо. Расскажите о своем докладе. Чему он был посвящен? Мой доклад был на такую довольно прикладную тему. Поэтому, видите ли, многие спрашивают, а вот как мне системное мышление к своему бизнесу применить, где та проблема, которая решится. Мне показалось, я выделил одну из таких ключевых, частых проблем, когда есть рассогласованность между руководством компании, менеджерами компании и разного рода руководителями. А скажите, насколько применима та теория, которую вы рассказали и, может быть, какие-то примеры приведете? Ну, к сожалению, примеры часто связаны с конкретными проектами под конкретные заказы, и здесь это не очень хорошо. Но я точно могу сказать, что за последние четыре года порядка десяти предприятий прошли через вот этот путь применения практик системной инженерии. И результаты, они довольно у всех разные, но они есть. Кто-то просто понял, что занимался не тем, кто-то полностью перестроил стратегию компании, кто-то поставил новый процесс на новых людей. А некоторые ребята, они просто взяли и повысили должности себе. Вы ведете практику системной инженерии в школе системного менеджмента. Можете рассказать, для кого он? Этот практикум, он на стыке менеджмента и инженерии. То есть, он либо для тех менеджеров, которые хотят понять, что же происходит у них в проектах, разобраться, либо для тех инженеров, которые хотят либо стать менеджерами, либо найти общий язык со своими руководителями. То есть, это связующая звена. Спасибо большое. Не за что. Спасибо.